Всем привет! С вами Fashion Vector Design и я, Чайковская Екатерина. Сегодня мы поговорим с вами о принтах, об их расположении и композиции. Помимо того, что вам нужно знать и понимать те технологии, которые используются в принтовании, нужно также понимать, что технология, способы нанесения очень сильно зависит от того, какой конкретно у вас принт. Я выделила три основных типа принтов. Это placement, когда у нас принт размещается либо на изделии, какой-то локальный. Либо на крое он может быть. Улова принта, это когда мы целиком запечатываем наше с вами изделие. И принт на полотне, они тоже бывают разные. Давайте с этим разбираться. Первый вариант это placement, локальный принт. Вы его можете печатать как на крое, так и на готовом изделии. Очень-очень популярная технология. Очень часто сейчас печатают цифровым способом, шелкографией, трансферными пленками, сублимационными. Когда у вас есть какое-то определенное место, на которое наносится принт. Может быть одна зона, две зоны. Ну, например, футболка с лицевой стороны, с лица и со спины. Как правило, если это стандартная печать, когда вот какие-то футболки заказывают, еще что-то, они определяются классическими печатными размерами. А5, А4 и А3. В зависимости от размера, чем больше размер, тем он будет дороже. Эти принты вы все встречали, вы их все видели. Они могут быть самыми разными технологиями, от шелкографии, цифровой печати, всем чем угодно. Как правило, у них есть вот это ограничение по размеру. Но также они могут быть там и на большой размер. То есть это я вам показала популярные. Как мы их будем наносить? Мы можем их наносить на крой. Когда у нас уже произведен раскрой партии и на, ну, например, на полочке наносится данный принт. Можно наноситься на отдельные какие-то детали, там, карманы, может наноситься там только на кокетку, на спинку. А может быть целиком уже на готовые изделия. Самый популярный это футболки. Вот много сервисов, которые печатают футболки. И у них даже всегда очень удобно, что вы заходите, у вас сразу, вы выбираете футболку, как правило, белая основа. И на эту футболку у вас уже нанесена рамочка. То есть это размер там А3, может быть меньше А4, еще меньше А5. Может быть вертикально, горизонтально, в которые вы можете вписать свою картинку. Как правило, это PNG с разрешением цветовой модели RGB и с разрешением 150 точек. Вот, и вам фабрика напечатает. Почему я не говорю какой-то универсальный момент? Нужно посмотреть, какая конкретно фирма будет печатать, какие у нее требования. Ну, это такие вот общие. Сейчас очень многие печатают именно из RGB. И вы даже можете сами не шить футболку или там толстовку, а взять готовую и на ней что-то свое напечатать. Сервисы очень популярные. Поищите в своем регионе Google Яндекс в помощь. Еще один вариант. All Over Print. Это принт на все изделия. И часто это употребляется в спортивной моде. И леггинсы так печатают, и футболки так печатаются. Тоже печатается либо целиком на готовом изделии, либо на крое. Иногда так наносится принт, что пропадают конструктивные линии. То есть, вот когда у нас футболка полностью запечатана принтом, получается, пропадает, да, как у нас рукав, линия втачивания рукава. Соответственно, вот ощущение какого-то другого такого пространства, это все создается. То есть, тоже крайне популярно. Немножко более дорогая печать, как правило. Для этого используется сублимационная печать, которая сейчас очень популярна. Ну, либо могут печатать цифрой. Очень часто печатают ее на крое. И тогда строятся лекала в программе. Саппорф какой-то. Это система автоматического проектирования. Их много. Если кому-то интересно, у меня есть отдельная лекция, оставлю ссылочку под этим видео. Можете посмотреть. Рассказываю про 12 самых популярных саппорф на территории Российской Федерации. Естественно, их больше. Я просто именно про Россию говорю. Там это будет и графис, и автокрой, и электро, и леко. Много-много-много. В общем, будет интересно. Посмотрите лекции абсолютно бесплатно. Вот. Можно сразу на изделие это делать, да. Не обязательно это будет сублимация, что-то другое. Можно на крой, а можно уже на полотно наносить какими-то моментами. То есть много вариаций, когда у нас на все полотно мы это, на все изделие принтуем. Еще один вариант, это уже когда мы принт на полотне. То есть если предыдущие два варианта мы смотрели, оно могло до пошива быть и после пошива, да, уже прям на готовые изделия могли напечатать. То здесь мы смотрим с вами принт на полотне. Два основных таких момента. Это раппортный принт, принт может быть, и купонный. При этом с раппортными принтами там тоже у нас все интересно. Что это такое? Что такое вообще раппортный принт? Это когда один какой-то элемент многократно повторяется. При этом повторяется он может быть по разу. Но самое простое повторяется квадратно-гнездовым способом, то есть по клеточкам. Вот у вас есть квадратик, который постоянно-постоянно, многократно повторяется. Это вот базовый вариант клетки. Он может повторяться со смещением. То есть один и тот же мотив. И он у вас со смещением повторяется. За счет этого создается определенная динамика на полотне. Может повторяться кирпичиками. В отличие от просто смещения, кирпичики еще между собой стыкуются. Если вы видели кирпичную укладку, то они как бы входят друг в друга. Вот если посмотреть предыдущий вариант, да, здесь большое расстояние между ними. Такой квадратик, он немножко сепарированный. А здесь вот он уже как бы входит и создает ощущение некоторой бесконечности. Может зеркалиться, может поворачиваться. Там уже дальше много вариаций. Но это вот такие самые-самые основные. Может быть имитация бесшовности принта. Сейчас часто говорят про бесшовные принты. Это все равно рапортные принты как таковые. Но за счет того, что рисунок достаточно динамичный и элементы на нем располагаются таким образом, что вы не можете понять, где начало, где конец. Потому что, например, граница рапорта может прийтись посередине какого-то элемента. Ну вот у вас изображены какие-то цветочки, да, и ровно посередине она пройдет. Глазом это не совсем удобно быстро считать. Но профессионалы это читают сразу. Вы можете всегда определить, какая зона является рапортом и какая повторяется. Это вот отдельная категория бесшовных принтов. Крайне-крайне она популярная. Часто используется. Но это тоже рапортные принты. У вас есть прямоугольничек, квадратик, который можно многократно повторить. Соответственно, вот то, о чем я говорю, да, вариант бесшовного принта. Вроде повтор вот здесь вот есть, а сразу он не вычленяется. В зависимости еще от масштаба. А повтор, вот он. Можно вот цветочек один взять, второй, третий и четвертый. Вот он квадратик, который постоянно повторяется. То есть это тоже рапорт. Притом он рапортуется квадратно-гнездовым способом, клеточкой. Прямо вот квадратик-квадратик. Но за счет самого рисунка создается ощущение бесконечности. То есть вы не видите вот эту четкость рисунка. И, конечно же, их бывает безумное количество, множество сайтов, где это можно посмотреть, полистать. Во многих коллекциях дизайнеров вы это встречаете. Это прямо вот очень-очень популярное направление. Их называют seamless print или бесшовные принты. Иногда можно эти принты встретить, чтобы у вас заливался рабочий стол компьютера. Ну, в общем, частое употребление. И еще один вариант печати на ткани. Это купонный принт. Он тоже можно разделить на такие два направления. Когда купон у нас печатается по краю ткани. И когда просто есть какой-то рисунок, купон, который повторяется на полотне. То есть это может быть метр на метр, который постоянно повторяется. Изделия с купонами очень красиво смотрятся. Часто их можно встретить в коллекциях авторов и дизайнеров. Смотрится это вот следующим образом. То есть это явно вот купонный принт по краю. То есть есть полотно, по краю располагаются цветы. Здесь тоже есть полотно, по краю идут цветы. Там есть определенные методы кроя, для того, чтобы это было красиво. Как правило, ограничена длина шириной ткани. Но все равно можно это использовать. Либо вот периодически повторяющийся рисунок в полотне. Когда здесь у вас что-то повторилось, и вы можете этот рисунок использовать. Тоже часто достаточно встречается. Здесь вот тоже частично по краю это изображено. Вот такие бывают основные типы принтов. Скажите мне, какие принты нравятся вам. Я с удовольствием об этом услышу. Если у вас появились вопросы, пожалуйста, пишите мне их в комментариях. Я с удовольствием на них отвечу. Если вам понравилось видео и информация в нем, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. До скорых встреч. Пока-пока.